Ни для кого не секрет, что в Red Dead Online можно рыбачить. Зачем, почему, как это сделать, какая наживка. Всем привет, с вами Готика, с вами Сократ, и сегодня мы с вами об этом поговорим. Ну первое, что стоит отметить, что рыбалка прокачивает здоровье. Таким образом, как и лук, стрельба из лука, как убийство в ближнем бою, казнь, убийство стомагавка, все это прокачивает ваше здоровье. И это полезная информация для новичков, для тех, кто не в курсе. И здоровье прокачивается у вас, после того, как вы начинаете рыбачить, очень-очень быстро. Так как вы можете поймать неограниченное количество рыбы, то есть в ваш инвентарь влезает огромное количество рыбы, кроме больших размеров, которые требуют на лошадь погрузки, либо на телегу 5 штук. То есть обычные мелкие рыбешки, весом до 3 килограмм, соответственно. Единственное, что стоит заметить, что вся рыба стакается по 10 штук. То есть, если вы взяли одну рыбу одного вида, то их может быть 10 штук. Собственно, как если брать тоники, допустим, их 30 штук, или мясо крупной дичи, их 20 штук. В общем, здесь есть лимит не по весу, а по количеству. Формить, 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 потом бегать к мяснику. Нет, вы зашли, уделили этому какое-то время, отдохнули, расслабились. И, собственно, потом пошли и сдали, и заработали свои условно там 100 долларов за, грубо говоря, 100 рыбешек. Это очень-очень прибыльно для новичков. Вот он, вот она рыбовая мечта, вот она, вот она. Есть! После того, как получаем 14 уровень, бежим в магазин и покупаем себе удочку. Есть наживка, которая рассчитана на болотную рыбу, на речную рыбу, на озерную рыбу и так далее. В чем это различие? Это различие в размере этой рыбы. Мелкая рыбешка весом 3 килограмм, спокойно ловится на червяка в абсолютно любом водоеме. Лишь бы была вода и рыба. Червячка и весь лут, который вы подбираете в домах. То есть, там хлеб и так далее. То есть, на него тоже можно ловить мелкую рыбешку. За 20 долларов вы можете купить блесну, которая будет действовать бесконечно. То есть, она не ломается и не пропадает. Вам не надо будет больше тратить денег на наживку. И лично, на мое видение, мне кажется, что рыба на нее клюет чуть хуже. Но это не значит, что она совсем бесполезная. И использовать эту блесну надо строго по назначению. То есть, где болото, где озеро или где река. Что касается непосредственно наживки. Ну, я вам говорю, берите червей, не заморачивайтесь. Среднюю рыбу выломаете легко. Дальше, после того, как вы начнете изучать все эти тонкости, нюансы, вам будет гораздо проще. Чтобы понять, что ловить, используйте орлиный глаз. Смотрите, где проплывает рыбешка. Закидывайте примерно в то место расположения и ждем. Дальше мы подсекаем удочку. И, если это мелкая рыбка или средняя рыбка, достаточно просто зажать пробел, и вы будете подтягивать леску. R для ускорения этого процесса. Если рыба большая, то в тот момент, когда она начинает брыкаться в воде, вам надо не нажимать ни пробел, ни R, а просто двигать мышкой влево или вправо. Тем самым вы изматываете саму рыбу. После того, как она успокаивается, опять нажимаем пробел и R. Если вы будете все время жать пробел и R, то рыба просто сорвется. Не забывайте, что двигая удочку влево и вправо, вы сокращаете радиус движения рыбы до вас. То есть, вам надо поймать рыбу. Чем ближе она у вас находится в воде, тем быстрее начнется вот эта анимация проигрывания, что вы ее поймали. Двигайте мышку влево и вправо. И таким образом вы спокойно сможете увеличить скорость того, как вы поймаете рыбу. Я не знаю, как это правильно сказать, но я думаю, как-то так. Собственно, все. Такой гайдик, мини-гайдик. Мне очень нравится рыбалка самому. Постоянно в перерывах между перестрелками, телегами и всем остальным играю в покер и рыбачу. Потому что реализована она здесь, ну прям реально круто. Мне нравилось, как реализация была в Far Cry. Ну, как реализация здесь, это прям достойно. Просто топ овации. И, собственно, на этом все. Подписываемся на канал, заходим к нам в Discord. Постоянно перевозим телеги, помогаем новичкам и так далее, и так далее. Всем удачи, пока.